всем привет с вами канал артмания и я делаю обзор своей даче у нас вот яблоня жигулевская целая веточка уже распустилась не даже больше она вся в цвету вся я был будет много жигулевских огромные красные тут у нас две зимних на дальней чуть-чуть цветочки есть на это что-то не видно почти вот слива тоже вся в цвету в цвету вроде она прям не полдоносила особо несколько лет прошлом году чуть-чуть было в этом году смотреть как красиво вся в цвету у нас 10 мая у нас жара 30 градусов тут по моему вот по моему пенек да и срезали эту сливу все пока вот так все прозрачно у нас газончик зелененький но его еще растет только летом все будет красивее гораздо вот тут тоже вот жигулевская растет ну какая похожа на жигулевскую по размерам яблочки тоже вся в цвету здесь груши немножечко на в этом году отдыхает некоторые веточки цвету в прошлом году ее было очень много в этом году поменьше здесь немножко тоже яблони цвету тот участок второй мы хотим продавать нам уже давно мечтаем его продать вот и бабуля в этом году за место цветов у нас перед домом будет помидоры расти перчики здесь у нас парники кто помнит вот она груша не на всех ветках будут груши мало прошлом году прям было много и кстати вот где замазывала про это есть отдельный ролик все сохранилось черная смородинка но она уже почти вымирает очень старая здесь мята у нас мята что красит можно уже набирать крыжовник цветочки а здесь у нас ранитка вся в цвету вся белая 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 смотрите вообще класс классно вообще вся в цвету даже не фокусирует запах обалденный когда заходишь в сад прям классно пахнет сейчас мы ее обойдем здесь у нас домик дача у нас находится в огласе ящерки беременные бегают как крокодилы большие да кстати чеснок смотрите вот чеснока очень много в прошлом году мы вместе с вами его выкапывали в этом году я его вместе с вами мы сушили перемалывали специи делали смотрите он опять вырос как будто вы кто-то сею хотя его никто не сеял здесь его никто не высаживает его опять очень много я думаю я почти весь собрала но нет так здесь у нас вишни дальние вот вот это с у него тоже там вот та была белая слива это красная слива и вон наша ранетка ранетку нам вообще девать некуда постоянно бывает кстати я слышала ранетки двух видов одна медовая какая-то там желтая она или белая что сейчас не помню у нас она красная видимо вот она дерево тут стоит не ухоженная его опиливать надо ветки по-хорошему поэтому она наверное мелкая обалденно пахнет жалко что через камеру невозможно передать запах она так стоит на отшибе какие цветочки такие классные такие белые будет много не знаю поесть ее ну так несколько несколько штучек съешь просто все забор как переплелась красиво как много красивые какие вся в цвету как невеста вся 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 полностью вся внизу только вот чуть-чуть по моему как раз вот тут чуть-чуть вот нету а там вся и так в принципе я вам покажу наверное так же я буду снимать как в прошлом году наверное по месяцам раз в месяц какого-нибудь там числа посмотрим какого будет получаться что там как у нас на даче растет прошлом году вроде бы смотрели вроде было интересно интересно даже на что будет через месяц как она вырастет все эти беленькие опадутся ну скоро она наверно как раз вот распускается сегодня распускалась вчера еще не особо она была сливы тоже вся в цвету этот участок мы хотим продать уже не так много сажаем сажали много когда дедуля был жив сейчас уже сажали много мы знаете как вот так вот целую эту всю поляну засаживали картошкой полностью не помню ребенком я еще была сажали картошку всей семьей один поливает другой картошку закладывает третий шелуху лука четвертый залу там пятый закапывает там что-то еще добавляли вот здесь у нас крыжовник не знаю него цветочки по моему еще не распустились что ли наверно не распустились еще зеленый красивый наконец я дождалась лето сейчас конечно конец весны уже но все равно почти лето какая красивая какие красивые смотрите лепесточки цветочки какие маленькие вот цветочек малюсенький вот здесь еще ничего не засажено у нас соответственно у соседей он как классно а вот тут я сегодня коптила курочку это будет отдельным роликом это будет влог отдельный соседи да соседи дачу продали свою а еще в прошлом году уехали новенькие все перепилили все деревья вот сразу стало смотрите как классно сразу и участок стал побольше да они кстати тут видимо ну ладно так малинка тоже еще такая прозрачная все а вот как смотрится наш участок там еще яблонька тоже в цвету вот это вот по-моему это алый анис здесь у нас клубники немножко жалко тоже продавать участок потому что здесь вот клубника то есть это вот раз у нас клубника кусок и вот там очень много клубники то есть вот она вот это вот все идет вот это вот оттуда вот это все клубника вот она еще на том участке немножко здесь вот у нас полностью вот это вот все малины кусочки вот эти вот идут прошлогодний можете посмотреть август июнь июль и там у нас тоже малина германтантная большая сладкая там в углу у нас облепиха она тоже крупная сладкая почти не кислит я по-моему каком-то влоге показываю ее может быть не помню кстати клубника цветет уже по-моему в июне уже малина больше люблю малину я помню уже сентябрь октябрь приезжаем и она все плодоносит там у нас навоз лежит здесь вот грядки вот эти вот как раз оставшиеся большие грядки они заполнили их нужно чем-то засаживать а бабуля уже не хочет сажать вот и тут получается вот кусок здесь вот кусок там тоже вот кусок там кусок сложно клубника естественно ее тоже надо обрабатывать мусики там отрезается все прочее такая маленькая она еще малюсенькая чеснока опять много будет вы надо сушить продавать что ли прошлом году прям старался его весь выдергивал но видать корни остаются земле из корнях из корней вернее вернее он растет снова а он там прям крупный здесь прям крупничок здесь тот маленький малюсенький там у соседи елочка красивая такая ель наверно какая-нибудь или нет не сосна сосна по-другому вот она в лепиха с этой стороны у нас и розы вот она роза тоже очень жалко она как раз получается что перепадает на соседскую дачу то есть вот это вот если продавать и оказывается получается я думала только гараж а еще и гараж и баня то есть тоже получается все продавать придется вместе с этим участком ну ябл несоответственно вот это у нас в принципе много вот это маленькая сладкая вкусная очень слива получается по обе слива вишня получается вот этот попадает и ранетка ну ранетка нам не нужна не знаю мне кажется не покупает даже особо никто редко когда увидишь чтобы люди продавали ранетку очень редко дом тут а тут кстати растет гладиол не гладиол господи какого цветок то еще только-только росточки здесь он очень-очень мощный забыл как называется там вот они побольше здесь станет побольше тоже скоро будет в июне как раз тут у нас лучок кстати сам по себе растет тут маки у нас еще одинокий цветочек на фоне коряк вот тут тоже цветочки такой одинокий кусик цветочков красивый смотрите какой и тюльпанчик он уже подсох да тогда мы поедем за тюльпаны может еще соберу домой ну здесь конечно слышна трасса наверное вы уже услышали ее слышно ночью ее тоже слышно бывает с открытым окном когда спишь летом дальнобойщики едут же всю ночь а когда мы этот участок получили не было этой трассы было очень-очень тихо это уже больше двадцати лет здесь вот домик наш кирпичненький конечно родители мечтают продать и вот этот тоже участок по которому сейчас я иду ну и всячески за него стою отстаиваю его каждый раз но нет родители все равно хотят продать жалко конечно поэтому я и снимаю эти ролики чтобы потом полюбоваться на дачу свою когда буду старенькая потом попозже все это посмотреть интересно фотографии очень-очень много у меня обидно конечно конечно если бы здесь была проведена питьевая вода все было бы проще здесь она растет у нас елочка елочку не хватает еще где-то здесь я видела шишечки шишечка где-то шишечка а вот она а вот еще одна и вот маленькая смотрите какая она маленькая маленькая прям маленькая вот здесь вот тоже какая-то другая какая-то особенная она наверное потемнеет потом какая-то кактусы маленькие вот она где там у нас та а вот она вот она какая а вот здесь вот тоже такая же есть как огурчики ну и там там много их так и большие какие какая большая ели стали прям гигантские сажали их сюда временно сразу где-то садили временно потом родственники заберут ай 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 родственники заберут и в итоге они так у нас и остались ну вот мы с вами пришли в исходную точку а давайте еще ландыши вам покажу у нас растут дикие ландыши не помню даже как они тут попали сюда кстати кстати тут тоже клубника вот она малина кусочек у нас соседи тоже новые тут у нас красная смородина вот они ландыши сами по себе растут красивые такие запах обалденный красивые какие заглянем 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 ландыш заглянем у них цветочков кстати не так много в основном листья просто не знаю как какие растут в лесу тюльпантики здесь кстати цветок какой то не знаю что это за цветок в комментариях мне напишите что это за цветок такой это стебель как укроп а там как небольшой тюльпан что то такое напишите как называется он вот мы с вами заканчиваем это был у нас майский обзор самое начало всего всему роста цветения вот с вами был канал артмания пишите комментарии также смотрите мои другие ролики влоги как мы будем с сыночком отдыхать здесь на даче как мы отдыхаем в городе кулинарные рецепты с вами скоро печеньки будем готовить еще много много всего чизкейк и всем пока пока